По своему значению прилагательные делятся на следующие разряды – это качественные, относительные и притяжательные. Качественные прилагательные обозначают признак, который может проявляться в большей или меньшей степени. Качественными являются такие прилагательные, как белый, высокий, добрый. Качественные прилагательные имеют полную и краткую форму. Какой богатый – это полная форма, каков богат – это краткая форма. Качественные прилагательные имеют степень сравнения, сравнительную и превосходную. Так, качественные прилагательные белый образуют сравнительную степень белее с помощью суффикса и превосходную степень белейший с помощью суффикса еш. Качественные прилагательные сочетаются с наречиями меры и степени. Добрый – очень добрый. Качественные прилагательные имеют антонимы. Прилагательные – глубокий, имеет антоним – мелкий. Относительные прилагательные обозначают признак, который не может проявляться в большей или меньшей степени. Это может быть признак по времени – вечерний чай, по месту – городские улицы, признак по материалу – шелковое платье, платье, сшитое из шелка, признак по предназначению предмета – школьная форма. Форма, предназначенная для ношения в школе. Относительные прилагательные не имеют степеней сравнения, не имеют краткой формы, не сочетаются с наречиями меры и степени. Притяжательные прилагательные обозначают принадлежность предмета определенному лицу или животному. Притяжательные прилагательные отвечают на вопросы «чей», «чья», «чье», «чьи». Они образуются отсуществительных с помощью суффиксов. С помощью суффикса «ин», например, «мамино зеркало». «Зеркало чьё? Мамино». С помощью суффикса «ов» образуются притяжательные прилагательные. «Отцов – рюкзак». «Рюкзак чей? Отцов». И также притяжательные прилагательные образуются с помощью суффикса «и». «Лисий хвост». «Хвост чей? Лисий». Одно и то же прилагательное может менять разряд в зависимости от того, в прямом или в переносном значении оно употребляется. В словосочетании «зайчий след» прилагательное «зайчий» будет являться притяжательным, так как оно обозначает принадлежность животному зайцу. «След чей? Зайчий». В словосочетании «зайчий тулуп» это прилагательное станет уже относительным, так как оно будет обозначать материал. А в словосочетании «зайчий душа» это уже будет качественное прилагательное, так как в этом словосочетании оно употребляется в переносном значении. «Зайчий душа» традиционно считается трусливая, робкая, а прилагательные «трусливая» и «робкая» уже имеют степени сравнения, сочетаются с наречиями «меры и степени». Поэтому в словосочетании «зайчий душа» в переносном смысле прилагательное «зайчий» будет являться качественным.